Музыка Часто ограниченные выборы во времени и денежных средствах мы не задумываемся о надежности авиакомпании, приобретая билет на самолет. Нас больше волнует бесплатное питание и расстояние между креслами, чем технические характеристики судна. Конечно, самолеты по праву признаны самым безопасным средством передвижения, но когда случаются авиакатастрофы, которые уносят порой не одну сотню человеческих жизней, мы начинаем задумываться о том, можно ли как-то заранее узнать, насколько безопасным будет предстоящий полет. Если о регулярных рейсах мы говорим, мы всегда нашим туристам советуем брать билеты самых крупных авиакомпаний, так как там есть обязательно возможность замены борта, если вдруг что-то в техническом плане случается. Ну и, как правило, они более стабильные и надежные. А в чартерных рейсах здесь уже немножечко сложнее, потому что это просто выкупается рейс, и там уже какой борт поставят. Обычно на регулярных рейсах в билете, помимо названия аэропорта, номера рейса, времени вылета и прибытия, указывают и модель самолета. Узнать подробнее о воздушном судне можно на сайте авиакомпании. Правда, там вы сможете найти лишь общие характеристики – расположение и число посадочных мест, максимальную скорость и тип двигателя. А вот историю самолета, его возраст, количество летных часов и бывших владельцев придется искать на сторонних ресурсах. Впрочем, найти их в интернете не составит особого труда. Но есть один немаловажный нюанс. По закону, в последний момент перевозчик вправе поменять борт. Например, по техническим причинам или в связи с изменением числа пассажиров. Конечно, чем новее авиапарк компании, тем она кажется солиднее и надежнее. Но нужно помнить, что для самолетов большую роль играет не только возраст, но и количество летных часов. Есть самолет, который летает только в Геленджик, и он может 10 раз туда-сюда слетать. А есть, который летает в Доминикану, у которого только перелет полдня. Главное все-таки, наверное, и возраст, и его техническое оснащение, то есть его периодические проверки, чтобы это все было в порядке. Но опять же, техосмотр абсолютно все борта проходит. Не выпустят борт, если он технически неисправен. Это просто такого не может быть. Ну, либо это уже халатность. Определиться с выбором авиаперевозника помогут и отзывы в интернете. Если компания входит в рейтинги, которые составляют ведущие агентства по авиационной безопасности, ее название не мелькает в новостях в связи с невыплатой зарплаты работникам, задержки и отмены рейсов случаются редко и по объективным причинам, а число положительных оценок от пассажиров в разы превосходит негативной, то этой компании точно можно доверять. Но будьте готовы к тому, что билеты у больших и солейных авиаперевозчиков стоят соответственно. Как правило, при выборе еще некоторые ориентируются на цену и потом удивляются, почему был такой плохой борт у авиаперевозчика. Но дешево и хорошо, к сожалению, не бывает у нас. Если вы хотите комфортно лететь и быть уверенными, то покупайте более дорогие билеты и более в стабильных авиакомпаниях. И тогда никаких не будет накладок. Самолет один из самых совершенных механизмов, созданных человеком. Точная и слаженная работа всех его приборов позволяет исправлять ситуацию даже в самых непредвиденных обстоятельствах. Но полагаясь на мастерство экипажа и надежность техники, не поленитесь и присмотритесь к самолету, прежде чем войти в него. Не раз случалось так, что именно внимательность пассажиров помогала вовремя находить неисправности и устранять их. Редактор субтитров А.Семкин